Денис 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 Сколько было денег уложено в компании суммарно, это оранжевая графа, и желтая графа, это сколько был возврат на инвестиции. Соответственно, мы видим, что самый привлекательный возврат на инвестиции у нас в США. В Израиле, несмотря на то, что это действительно очень яркая нация с огромным предпринимательским потенциалом, этот возврат ничтожен, просто ничтожен. Почему инвесторы из Кремниевой долины, инвесторы американские, не хотят вкладываться в проекты из других стран, в частности России, Украина, да и в общем очень много стартапов там местных, которые точно так же не поднимают инвестиции? Потому что инвесторы Кремниевой долины очень избалованы. Их не интересуют мультипликаторов в полтора, даже в 2,3 тоже не интересуют. Какой их интересует возврат на инвестиции? Вот такой. Поэтому, если вы приходите с возвратом инвестиций меньше, скорее всего, с вами не будут разговаривать. А как понять, какие проекты интересны американским инвесторам? Вот 4 проекта из топ-25 проектов на конец 2011 года, которые находятся, которые очень в тренде, и все специализированные ресурсы настоятельно рекомендуют за ними следить. Первый проект буду слева, на право, сверху вниз говорить. Первый проект КиИП – это сервис, который намерен зарабатывать на продвижении товаров со скидками среди игроманов. То есть вы наверняка знаете, что игры в соцсетях и вообще игры на мобильных устройствах – это просто панацея. Соответственно, это некий такой новый группон, но вот исключительно среди игроманов. Что имеет, в общем-то, место на существование? Это очень молодой предприниматель, ему 19 лет, и он успел привлечь инвестиции от 5 фондов на общую сумму 4-3 миллиона долларов. Чуть-чуть съехала, сори. Второй проект наверняка известный вам – это Udemy. Потому что существующий проект работает достаточно хорошо. Это онлайн-курсы, это очень, кстати, перспективная тема в США. Очень много просто активистов. И даже Stanford переходит на онлайн-обучение, MIT переходит на онлайн-обучение. И, собственно, вот этот сервис сделал очень простую модель. Любой тренер может загрузить туда презентацию в разных форматах. И затем вы можете скачать эту презентацию за деньги. А лектор получает, собственно, свое вознаграждение, а сервис получает свою комиссию. Следующий проект – нижний правый угол. Это Шон Паркер, достаточно известный предприниматель в США. Что он сделал? А все помнят ресурс chatruled.com. Помните такой ресурс? Помните, как много было разговоров, когда его создатель Андрей Терновский отказался встречаться с Юрием Миллером и не взял инвестиции у него? Вот напрасно он это сделал. Потому что, недолго думая, Шон Паркер сделал совершенно аналогичный ресурс, который отличается только тем, что авторизация в него происходит через ФСБ. Собственно, все. На сегодня в этот ресурс уже вложился не только Юрий Миллер, видимо, не забуду свою обиду на Терновского, но еще и Эштон Качер и Ирон Конвей. Соответственно, этот проект имеет большие шансы на успех. И последний проект на этом слайде – это проект Wantful. Его также создал предприниматель со стажем Джон Пойсон. Этот проект направлен на подарки, на сувениры и подарки, как бы, своим друзьям. То есть, для того, чтобы вы понимали, почему, в США индустрия сувениров, в частности, открыток, измеряется ни много ни мало 190 миллиардов долларов. Вот кусочек этого большого пирога, вот этот предприниматель, которому уже давно за 30, за зо, хочет откусить. Кстати, про возраст. Это очень важно действительно заметить, что в Кремниевой долине молодых предпринимателей, 19-летних, как вот первый левый портрет, да, их все меньше и меньше. Успешные проекты в основном реализуются фаундерами после 30. В нашем портфеле 75% фаундеров 35-44 года. Это очевидный совершенно тренд. Во что хотят вкладывать инвесторы Кремниевой долины? Они хотят вкладывать свои деньги в проекты, которые вырабатывают привычку. Чуть-чуть эротики тут вам. Утренний кофе. Когда вы делаете, придумываете какую-то идею, самый главный вопрос, который вы должны себе задать, будет ли эта идея вырабатывать привычку у человека, у вашей целевой аудитории? Вы можете понять, насколько это важно на собственном примере. Просто вспомните, как часто вы пользуетесь каким-то приложением на айфоне, как вам нравится там, макбук, да, все что угодно. Вы поймете, что это вошло в привычку. Наверняка вы пользуетесь чем-то, что стоит сейчас на рынке безумных денег. Вот в это хотят вкладываться инвесторы Кремниевой долины. Примеры. Google. Исключительная привычка. Каждый новый сервис Google, да, призывает вас пользоваться им все глубже и теснее и теснее. Facebook. То же самое. Помимо ленты новостей, с утра у нас все заходят куда? Facebook. Apple. Не надо комментировать. Instagram. Это отдельная история. Очень часто задают вопрос. Вот сейчас последние две недели, точнее неделю, почему за Instagram заплатили миллиард? Вот на самом деле ответ очень простой. Он опять же относится к привычкам. Я попрошу сейчас каждого из вас вспомнить любое приложение, которым вы пользуетесь регулярно. Каждый день, раз, два дня. Регулярно. Вспомнили? Теперь без фанатизма. Оцените свою лояльность этому приложению. Кто-то может назвать там тысячу долларов, кто-то десять тысяч долларов. Грубо говоря, за сколько денег вы готовы перестать пользоваться этим приложением? Ну, давайте возьмем сто долларов, чтобы вы себя не переоценивали. Вот если вы умножите сорок миллионов пользователей Instagram на сто долларов, вы поймете, что Facebook не переплатил. Он не доплатил. Вот почему Instagram стоит так дорого. Потому что это аудитория, которая подсела на этот сервис. Instagram выработал привычку. Хотя если вы зайдете в Apple Store, вы там найдете как минимум, я думаю, 30 или даже 40 программ, которые с помощью фильтров позволяют обрабатывать фотографии и загружать их в соцсеть. Тем не менее, миллиард стоит только Instagram. Вернемся к этому слайду. Почему все эти проекты успешно сконцентрированы в Кремниевой долине? Потому что это действительно уникальная среда, которая позволяет, прожив там уже какое-то время, я прочувствую это на себе и могу смело утверждать, она позволяет выработать в людях три основных качества, которые нужны для создания дорогого стартапа, дорогой компании. Это видение, открытость и интуиция. Обладая видением, вы должны улавливать основные тренды, которые происходят на рынке, глобальном рынке, как минимум в масштабах страны. Лучше в масштабах материка, идеально, если в масштабах Вселенной. Открытость. Это очень важно. В Кремниевой долине, если вы начинаете с кем-либо разговаривать, и в первые 10 секунд вы не можете захватить внимание человека, дальше он вас слушать не будет. Почему? Потому что там происходит столько активности и столько всего интересного, что все очень жестко фильтруют информацию, потому что невозможно. Соответственно, вы должны впитывать очень активно все, что происходит вокруг вас, все, что недостойно вашего интереса и времени, вы должны отметать, потому что иначе вы просто не справитесь с этим объемом информации. Тем не менее, вот этот вот навык впитывать очень важен для того, чтобы у вас формировалось видение и интуиция. Это третье качество, потому что вы не можете объяснить, почему ваш продукт будет успешным. Ну, вот тут говорили о бизнес-модели, да? У Инстаграма нет никакой бизнес-модели, равно как и у Ютьюб. Поэтому это очень спорно. Нужна ли она вот именно из самого начала бизнес-модель? Об этом я поговорю чуть дальше. Но, тем не менее, если вы подсели на какой-то очевидный тренд и вы сможете управлять большой массой людей, значит, вы будете стоить дорого. Что же делать, если вы еще не научились создавать такие проекты? Тогда действительно вам нужно присоединиться к тому большому количеству проектов, которые мы видели на третьем слайде, которые успешные, безубыточные или даже прибыльные, из-за которых инвесторы будут готовы платить, но немного меньше. Ну, скорее всего, намного меньше, но все равно будут готовы вкладываться в вашу бизнес-модель. И эту бизнес-модель нужно действительно уметь прописывать, чувствовать. И это очень гибкий материал, с ним нужно уметь работать. Итак, два, в общем, все, что здесь говорилось, у нас получилось от частного к общему. У всех спикеров, которые уже успели выступить, есть что-то, что отражено в моем докладе. Поэтому я вот как хочу подвести итог, резюмировать. То есть, либо вы должны быть юнгелистом и чувствовать интуитивно, и видеть какие-то глобальные тренды, и тогда вам бизнес-модель не самое важное, что нужно в жизни. Либо, если вы пока не умеете этого делать, вам нужно действительно продумать очень хорошо сам бизнес. Вот, собственно, два основных поинта, две основных темы, на которых я хочу заострить ваше внимание. Потому что не надо сидеть и ждать, пока все-таки на вас не зайдет, и вы придумаете что-то гениальное. Работайте с тем материалом, который у вас под рукой. Из него тоже может вырасти как минимум один свечной заводик. Для того, чтобы работать с таким материалом, мы совместно с фондом Кауфмана разработали специальный курс стажировки. Называется Smart IQ. IQ – это не коэффициент интеллекта, а коэффициент инноваций. Вот, если вы прочитаете определение, с которым вы работаете, вы поймете, почему мы все-таки говорим об инновациях. Хотя в веб-сервисах инновации очень редкие, редкое явление. Потому что инновация – это в том числе и некая новая бизнес-модель. Модель сервиса, услуги, whatever, которая может принести вам деньги. И вот эта программа, она разделена на несколько блоков. Первая часть программы – всего две недели. Это стажировка в Кремниевой долине. Вы можете также на Facebook найти полную информацию об этой программе. Суть в том, что за две недели в этой программе очень много активностей. В непосредственных мастер-классах мы используем те методики, о которых начинал говорить еще Николай Митюшин. То есть Стив Бланк, four steps to a company, Эрик Райс, бизнес-модел Canvas, собственно, для построения бизнес-модели. Кроме этого, мы также обеспечиваем участников стажировки непосредственно инструментами для ежедневной работы со стартапом. Это все отобрано, все оценено, измерено, признано годным. Безусловно, есть встречи с профессионалами, с менторами. Для каждого стартапа мы подбираем индивидуального консультанта, который непосредственно специалист в домене стартапа и работает с вами в течение этих двух недель по продукту. Основная цель программы – это совершенствовать ваш продукт и построить бизнес-модель. Это самое главное, на чем вы можете сосредоточиться. Безусловно, есть посещение крупных компаний, безусловно, есть встречи с новыми молодыми миллионерами, безусловно, есть всякие разные ивенты для установления контактов. Что важно, мы также обязательно группу вывозим на какое-то из крупных мероприятий Кремниевой долины. И вот здесь то, о чем Денис просил объявить. В сентябре мы будем собирать группу из Украины, которая пройдет данную стажировку и поедет на Текранч-Дисрапт. Пожалуй, это ключевое мероприятие в Кремниевой долине. И мы договорились, что Денис Долгополый, непростоятельно инкубатор ГРОХА, будет эксклюзивно представлять эту программу в Киеве и на территории Украины. Поэтому, пожалуйста, я прошу вас зайти на нашу страничку на Фейсбуке, найти информацию в других соцсетях, которые мы, в общем, активно, постоянно обновляем, и посмотреть, насколько это может вам быть полезным. Потому что после этого, после двухнедельной стажировки, мы также можем продолжить эту программу более глубоко. И тогда, в процессе всего комплекса активности совместно с фондом Кауфмана, если вы не знаете, то это крупнейший в мире фонд по поддержке предпринимателей, вы можете как раз научиться выстраивать те самые прорывные идеи, которые вырабатывают в людях, в миллионах, привычки. Я вам желаю, чтобы у вас это получилось. Редактор субтитров А.Семкин